Добрый день, коллеги. Да, здесь, но только презентации пока нет. Пока нет. Кстати, мы мотивируем сотрудников писать статьи. У нас премии выплачиваются. Еще премии выплачиваются разные в зависимости от того, где статья опубликована. Если интересно, что система не работала, вообще не работала, а потом случился кризис, и она вдруг заработала. Ну, то есть, в общем, нет, мы, конечно, их хвалим очень. То есть, пример показываем. Но у нас практически все топ-менеджеры пишущие, то есть мы все пишем статьи поголовно практически. Ну, ладно, от темы статей давайте перейдем к другой теме. Меня зовут Анна Караулова, с многими из вас я не знакома, многие из вас не знают меня, я вообще из другого рынка. Я из рынка перформанс-маркетинга. Это такое, знаете, сопутствующее болото вместе с веб-разработкой. Мы занимаемся таргетированной рекламой, контекст. Там у нас есть департамент разработки сайтов, но по сравнению со всем объемом агентства он очень небольшой. Нас 150 человек, 26 направлений работы. Мы достаточно крупные для перформанс-маркетинга. Входим в золотую сотню российского digital и в пятерку самых крупных байеров рекламы в Российской Федерации. Ну, то есть, в общем, про нас на этом рекламный блок закончен. Давайте уже перейдем к фактам. Немного, что можно вам рассказать об отношениях заказчика и агентства. Я давно в этом рынке. Я точно знаю, что вот внутри этих отношений заложен конфликт. Конфликт заключается в том, что стороны сражаются за разные. И все спикеры так или иначе об этом говорили. Заказчики сражаются за внимание. Они хотят, чтобы проект был так, как они хотят. И так, как они представляют, за желательно как можно меньшее средство. Агентства же говорят, ребята, у нас есть свое представление, мы эксперты. Либо они говорят это четко, либо они говорят это нечетко. Мы это говорим четко или говорим нечетко. И, конечно, мы хотим зарабатывать побольше. Самая проблема заключается в том, что клиенты на нас давят. У нас более слабые позиции на переговорах. И тоже некоторые спикеры до меня об этом говорили. Но при этом нам надо как-то отстаивать свои интересы. И при этом нам надо еще оказывать тот самый пресловутый сервис, о котором все говорят, который мало кто видел. Какое же решение есть у конфликта? На рынке существует огромное количество тренингов и обучений. Но трудно ждать от заказчиков, что они поменяют отношение к агентству. Наверное, нам нужно начинать с себя. И нужно начинать по-другому относиться вообще ко всей этой истории, осознавать ее, понимать ее и работать с ней. Я уже сказала, обучений много, учат тоже многому. Учат конфликтологии, деловым переговорам, построению коммуникации, повышению лояльности, делопроизводства, работу за дебюторской задолженностью и другим полезным вещам из психологии, документа оборота, финансового менеджмента и юриспруденции. Я честно признаюсь, не нашла ни одного тренинга, который учил бы представители агентств общаться с клиентами. Целевых тренингов по нашим с вами направлениям. Ну, я не нашла. Они, наверное, есть, я просто не нашла. Я же хотела бы вам дать практические советы из цикла «Делай здесь и сейчас». Они простые, они легко применимы прямо завтра. И я рискую, конечно, оказаться капитаном очевидности. Я уверена, что для многих из вас эти советы, ну, как минимум знакомы, как максимум, наверное, вы их как-то осознавали, но, может быть, не вербализировали, в слова не притворяли. Если вы это все внедрите, поверьте, у вас все будет хорошо. Как и неудивительный факт заключается в том, что хотя мы все об этом так или иначе знаем, но даже я знаю про них хорошо, я тренинги на эту тему читаю, но при этом сама же все время попадаю на те же самые грабли, потому что просто выполнить это все достаточно тяжело и трудно. Это не значит, что к этому не нужно стремиться. Итак, пять принципов успешных отношений с заказчиком. Всего лишь пять. Принцип первый. Не беритесь, если не можете сделать. Все очень просто. Итак, все зависит от того, чего вы хотите. Вы можете хотеть быстрых сделок, когда продажи идут потоком, или вы хотите долгих отношений с заказчиком, когда он приходит и остается с вами на долгое время. Это как с браком сравнивать. Знаете, пикап отличается от длительных отношений. Пикап – это не про отношения. Тут тоже примерно самое. Быстрые сделки, так же, как и пикап – это достаточно простая история. Организуется это легко. Во-первых, нужно узнать, чего заказчик хочет, и потом отзеркалить ему его позицию полностью. Стать таким абсолютным зеркалом, который рассказывает ему о его видении и его потребностях. Дальше предложить самую низкую цену, узнать, что ему предложили ваши конкуренты, и просто понизить на 2 рубля. И не предупреждать о сложностях, которые ждут последствий. Все будет здорово и замечательно, но как только возникнут проблемы, сделка, скорее всего, сорвется. Живут агентства, которые продают, живут только на обороте. Таких агентств на рынке становится все меньше и меньше. Просто потому, что конкуренция усиливается, у заказчиков денег становится меньше. Поэтому вот те самые чумовые тендеры, когда люди просто отдавали миллионы рублей без гарантии, без всего остального, на одних обещаниях они уже уходят в прошлое, и слава богу. Если вы этого истории не хотите, давайте поговорим о другом, и давайте перейдем к другому пути, о котором, собственно, я хочу вам рассказать. Начало — это снятие потребностей. Вот то самое пресловутое — не узнать желание заказчика, а действительно выяснить то, что лежит в основе этих желаний, то, что лежит за ними. Поэтому глубинное интервью. Здесь во всей презентации будут указаны ссылки, в презентации много информации. Не всю я успею проговорить, не про все мы успеем с вами вообще даже начать разговаривать, так как мне бы хотелось, наверное. Поэтому для желающих посмотреть поглубже, побольше, переходите по ссылкам, ищите там, есть больше знаний, больше навыков. Итак, что такое глубинное интервью? Только открытые вопросы, нет жуткой последовательности вопросов. Есть примерный перечень тем, которые нужно обсудить. Интервьюер может переформулировать вопросы, и интервьюер должен задавать дополнительные вопросы. По сути своей, интервьюер роет такое русло, по которому потечет беседа. И беседа течет туда, беседу направляет интервьюер, и тот, кто отвечает на вопросы одновременно. Нет вот этого вот, какой у вас бюджет? Спасибо. Когда сроки запуска? Спасибо. А что вы хотите, какие разделы? Спасибо. Никаких других доводящих, вот здесь вот такого нет. Здесь беседа. Перечень тем, которые нужно обсудить, очень большой. Это вот тот же самый бриф, опросник, это все то, что мы с вами знаем, и то, что есть в каждом агентстве. Да, кстати, по поводу терминологии. Агентство для меня просто более привычно, потому что я работала в компаниях, которые начинали с контекста. Недавно в группе управления агентством обсуждали, как же нас с вами называть. Выяснилось, что тех, кто начинал с разработки сайтов, сейчас называются веб-студии. Те, кто начинал с разработки ферм-стилей, сейчас называются дизайн-бюро. А те, кто начинал с контекстной рекламы, сейчас называются агентством. Но по сути своей все занимаются всем. Мы разрабатываем сайты, кто-то дает контекстную рекламу. То есть то, что я буду говорить, агентство — это у меня просто привычка такая, потому что я в агентском бизнесе больше. В контекстной рекламе больше кручусь. Но это не значит, что это неприменимо к вам. Все то же самое. Брифы есть у всех. Мы выложили пример тем, которые нужно обсудить. Я понимаю, что вы сейчас по ссылкам не переходили, поэтому я просто этот список привела через запятую. Как видите, он достаточно большой, но самое главное, что даже к этому списку не все вопросы далеко. Это просто темы, о которых нужно поговорить, и к которым обязательно нужно задать много вопросов почему. Почему так? Почему этак? Почему все именно так? Теперь вопрос, собственно, к вам. Как вы думаете, это можно оформить в виде анкеты? Правда, можно. Можно в виде интерактивной анкеты на сайте, можно сделать вардовский файл. И это можно отправить клиенту. Можно. Так какой вариант лучше, отправлять или не отправлять? Как вы считаете? Кто должен вот эту самую пресловутую анкету заполнять? Вы должны заполнять в ходе беседы. Поднимите руки, кто считает, что нужно отправить и ждать, что клиент заполнит. Вау! Ну, собственно, я вообще планировала вас убеждать в том, что вы сами сказали, о, как здорово. Тогда давайте сразу провернем подальше мой разговор. Стандартная схема. Отправляем заказчику бриф со званием, обсуждаем непонятные места. Хорошо, что ни у кого из нас этой схемы нет. Что? А кто отправляет бриф к заказчикам? Мы, кстати, тоже иногда отправляем. Ну, честных. Экономит, экономит. Но я все-таки предлагаю сначала поговорить, а потом уже озвучить цену, то есть не отправлять бриф. Мы отправляем бриф, знаете, в государственные компании, в которых очень много процесса согласования, и которым нужно показать руководителям. Сами руководители не хотят с нами общаться, но при этом надо показать руководителям, какие вопросы задает агентство. Вот мы таким отправляем бриф, чтобы они руководителям принесли эту бумажку, руководители все заполнили, они потом принесли бумажку обратно нам, и мы потом дальше проводим брифинги. Вот в этих ситуациях отправлять бриф, ну, другого выхода просто нет. А как бы при всех остальных обстоятельствах лучше поговорить. Ну, правда, даже для вашей задачи лучше поговорить. Потому что в процессе переговоров вы узнаете больше деталей, которые повлияют точно на ваше решение. А в брифе они вам напишут желанную ситуацию, которая отличается от их истинных целей и потребностей. Итак, по итогам всего этого отправляются отчеты о переговорах, которые содержат основные детали по проекту, как раз то, о чем коллега сказал. К сотрудничеству нужно, к сотрудничеству вы должны ответить на любой запрос, который поступает в ваше агентство, веб-студию или дизайн-бюро. Но при этом не обязательно должно быть положительным, вы сами это прекрасно знаете. Самое главное, что не учитывается, это то, что не нужно заставлять менеджеров самих писать с нуля письма об отказе. Письма об отказе – штука сложная. Менеджеры в основном клиентов, ну как бы так, уважают и опасаются, испытывают сложную гамму эмоций, поэтому не нужно дать им шаблон, упростить им жизнь. В шаблоне должно быть, ну здесь собственно написано, что дайте возможность менеджерам адаптировать шаблон под каждую конкретную сделку, в которой они здесь и сейчас принимают участие. Итак, вывод первый. Выясните максимум деталей о потребностях заказчика до момента сотрудничества, лишь потом делайте свое предложение. Принцип второй. Делайте несколько вариантов предложений. Кто в этой аудитории слышал что-нибудь или читал про поведенческую экономику? Поднимите руки, пожалуйста. Раз. Ну нас трое. Окей. Значит, тогда то, что я дальше буду рассказывать, для вас будет новостью. Итак, есть целая область экономики, которая изучает выбор, который мы делаем в сложных обстоятельствах, когда у нас есть несколько вариантов и есть ресурсы, проще говоря, есть возможность выбирать в свободном режиме. От этого не зависит наша жизнь или безопасность. Все, что дальше я буду рассказывать, взято с видео Дэна Ариэля, оно есть на TED-е, здесь есть ссылка на это видео, 15 минут обязательно посмотрите, потому что вам не придется читать достаточно толстую книжку в 400 страниц. Так, презентацию вам потом отдадут, и там будут и ссылки, и все, и, в общем, пользуйтесь на здоровье. Несколько вариантов. Это подписка на журнал «Экономист». Первый вариант за 59 долларов – это онлайн-версия, дальше за 125 долларов – это печатная версия, и последний вариант – это и печатная онлайн-версия, 125 долларов. Что покупали, по вашему мнению? Самый последний. Кто голосует за самый последний вариант? Ну, большинство. Ну, вы абсолютно правы. Итак, примерно 16% покупали первый вариант, это те, кто хотели сэкономить, 0% покупал средний вариант, и 84% покупали последний вариант, что логично. После этого редакция решила, окей, но ведь срединый-то вариант никто не покупает, а давайте мы просто его возьмем и уберем. Что после этого произошло, как вы думаете? Вы правы, абсолютно правы. Продажи упали, но они упали примерно на 40% по отношению к общим продажам сайта. Обратите внимание, ничего не изменилось, предложение осталось прежним, цена осталась прежней, изменилось только то, как это было показано. По сути своей получается, что то, что вы продаете клиентам, и сколько это стоит, это далеко не достаточная информация для принятия решения сотрудничества с вами. Важно, как вы это оформляете. То самое пресловутый поведенческий маркетинг, нейромаркетинг, по-разному это сейчас называют. Множество факторов влияет на принятие решений. Давайте о некоторых поговорим. Контекст потребления. Почему многие крупные агентства снимают офисы в пределах Садового кольца в больших и классных офисных зданиях? Как раз срабатывает тот самый контекст, потому что за воду, вообще вдумайтесь сами, платить за воду, у нас вода из крана бежит, мы с вами платим за бутылки воды, нас это не смущает, это уже само по себе парадоксально. Но платить за одну и ту же воду в супермаркете 125 рублей, а в ресторане 250, это еще больший парадокс. Все потому, что когда мы приходим в ресторан, мы попадаем в другой контекст. Когда клиент приезжает в офис в Сити или когда он приезжает в офис в районе МКАДа, я сейчас про Москву говорю, это разный контекст. Если вы продаете миллионные сделки, вы должны выглядеть так, как будто вы вчера этот миллион держали в руках. Если ваш менеджер ездит к заказчику, чувствует себя некомфортно в дорогой одежде, ну, значит, заказчик не будет ему доверять. Это очень ощущается на уровне каких-то, не знаю, эмоций. Еще одна такая достаточно известная вещь. Мы проходим с вами в магазин и каждый раз с этим сталкиваемся. Магия цифры 9. Бюджет 94 900 выглядит сильно лучше, чем бюджет 95 000. К вам приходят тендеры. Они приходят на 200 000, на 300 000 или на миллион. Но что вам стоит взять и написать цифру чуть-чуть меньшую? Не 100 000, а 95 900. Это же так просто. Но при этом старайтесь все-таки не уходить в дебри совсем. У меня был случай, когда давно-давно, когда только начинали, мы посчитали коммерческое предложение, где был бюджет, допустим, 94 999,64 копейки. Заказчик посмотрел, посмеялся и сказал, что прям до 64 копеек и переводить вам на безнал. Ну, в общем, после этого понятно, что схемы изменились. Поэтому будьте аккуратны, не стоит манипулировать этой штукой. Но использовать ее обязательно нужно. Смотрите, что важно. Важно, что люди любят выбор. Если выбора… Вот помните вот нашу историю с… Давайте вернемся обратно, покажу прямо на примерах. Что было с подпиской? Вот той самой пресловутой. В начале был выбор из трех вариантов. При этом один вариант был ухудшенной версией того, который был лидирующим. Здесь компания-поставщик дала потребителю выбор, возможность сделать, ну, выбрать то, что ему нравится. Как только этот выбор убрали, продажи сразу упали. Что должно быть в ваших коммерческих предложениях? У вас в ваших коммерческих предложениях должно быть минимум три варианта реализации вашего проекта. Ну, обычно, как мы говорим, самый дешевый, оптимальный и тот, который удовлетворяет все потребности клиента и которые они хотят. Три варианта. Все, что вы отправляете… Дальше заказчик выбирает. Оформить эти варианты, я сейчас покажу попозже, как нужно, сделать так, чтобы они зрительно отличались друг от друга. Если выбора нет, человек выйдет из коммуникации, либо потребует у вас этого выбора дополнительно. Ну, вот в контексте они делают просто. Они начинают говорить, мне это слово не нравится, это слово не нравится, это слово не нравится, это слово не нравится, пожалуйста, уменьшите семантическое ядро на 30% и пересчитайте мне его заново. Ну, то есть работа совершенно в пустоту, потому что рекламируется все равно не по семантическому ядру, который обсчитывается на коммерческом предложении. То есть это такая специфическая история, когда гадание на кофейной гуще с реальностью вообще никак не стыкуется. И мы это знаем, и заказчик это знает, но все равно вот эти вот пляски с бубнами происходят. В разработке примерно то же самое. Нам не нравится, вот сделайте нам еще один макет, а босс хочет, чтобы вы сократили бюджет на 20%, придумайте нам, пожалуйста, как, да сделайте сразу им несколько вариантов. Им сразу будет проще. Слишком много вариантов – плохо, больше четырех – плохо. Если даже четыре варианта, они ищут подсказки. То есть вот те самые пресловутые, самый лучший выбор, самый популярный и так далее по списку. Если вы подсказок не дадите, они пойдут и спросят кого-то лично, кому они доверяют, или кому наоборот не доверяют. Помните, хорошие сапоги нужно брать из служебного романа. Ну то есть они все равно на чье-то мнение будут опираться, когда будут совершать выбор. Я когда готовилась к этому докладу, я посмотрела порядка 12 сайтов компаний, занимающихся веб-разработкой. На всех этих сайтах были тарифные планы. Я так понимаю, что на рынке веб-разработки тариф – это такая привычная история. Но вот для рынка перформанс-маркетинга – это далеко не привычная история. Если вы посмотрите сайты лидирующих агентств по перформанс-маркетингу, вы тарифов не увидите. Поэтому здесь пример по перформанс-маркетингу, потому что это труднее описать и не так распространено на рынке. Что важно? Важно, чтобы один тарифный план, одно предложение сильно отличалось от другого, и это было видно зрительно, когда человек скользящим взглядом смотрит на этот документ. Ну и рамочка добавлена специально, чтобы сделать акцент на определенном направлении. То самое пресловутая подсказка. Итак, нужно давать выбор из нескольких вариантов. Нужно, чтобы это количество вариантов не было слишком большим. Принцип третий. Контролируйте факторы, вызывающие доверие. Я на своих тренингах обычно задаю вопрос. Расскажите, пожалуйста, на основании чего вы доверяете или не доверяете людям, если убрать внешние признаки. Ну, например, кто-то не доверяет женщинам, а кто-то не доверяет старикам. Вот если вот это вот убрать, возраст, пол, гендер и так далее. На основании каких критериев вы доверяете? Где-то минут через 15 мозгового штурма группа додумывается сама. Критерии всего четыре. Первый. Делайте вовремя. Не опаздывайте. На встречи пообещали отправить документ в пятницу, отправьте в пятницу. Если вы понимаете, что вы в пятницу не можете отправить, предупредите как можно раньше. На словах очень просто, в реальности очень трудно. Второй. Подтверждайте задачи. Научите менеджеров отвечать заказчикам сразу. Вот письмо пришло, ответ должен быть в течение часа максимум. Если письмо сложное и работа непонятная, пусть менеджер ответит сразу, что он письмо получил. Не используйте автоматические отбивки. Это должен быть человеческий текст. Мы продаем с вами услуги, а значит продаем заботу и внимание. Робот на вашей стороне все это убивает. Поэтому пишем. Я получил, подумаю, отвечу в течение определенного срока. Третье. Говорите конкретно. Мы с вами говорим на своем собственном волопюке. Я бывает, когда объясняю людям, живущим со мной в одной парадигме, когда я с своими коллегами общаюсь на нашем субязыке, субжике таком, я вот так иногда выхожу из контекста и слушаю, что мы говорим и понимаю, что у нас все фразы состоят из терминов. Таргетинги, CPC, конверсии, разработки, лендинги и так далее по списку оптимизации, UX много. Так вот, с заказчиками так разговаривать не нужно, даже если заказчик вас понимает, потому что всем приятно, когда с ними говорят, понятно. Если вы понимаете и видите стеклянные глаза, не поленитесь, переформулируйте, дайте пример, сделайте так, чтобы вы максимально были поняты. Ваши менеджеры должны категорически не страдать снобизмом. Я общаюсь с веб-студиями, вижу, что у многих почему-то культивируется вот этот вот самый культ снобизма. Как вы думаете, почему перформанс-агентство обгоняет вас на продажах рекламы? Потому что в перформанс-агентствах идеология прямо противоположна. У нас менеджеров учат любить клиентов, быть искренними и понятными. Именно это важно в коммуникациях, поймите это. Вы должны спуститься до их уровня и научить их так, чтобы они поняли вас. И это наша цель. Сохраняйте спокойствие. Вне контекста это страшно. Самая стандартная ситуация, когда менеджер начинает злиться на клиента, обижается, кричит и так далее. Это стандартно, но бывает еще хуже. Когда клиент находит вашу ошибку, вы сделали неприятную для заказчика вещь, а при этом менеджер пишет, что вы переживаете, ха-ха-ха, смайлик. Да ладно вам, это же не стоит вообще совершенно вашего внимания. Ни в коем случае такого быть не должно. Не должно быть ни негативных эмоций, ни вот таких вот слишком позитивных. Заказчик имеет право выражать свое недовольство, если вы действительно напортачили. Ну, конечно, ситуации, когда заказчик выражает свое недовольство по любому поводу недопустимы. Опять же, попозже расскажу, что с этим делать. Итак, третий вывод. Доверие можно создать. Нужно всего лишь четыре фактора контролировать. И в большинстве случаев проблемы исчезнут. Принцип четвертый. Фиксируйте письменно все, о чем вы договорились. Все, что касается денег, должно быть зафиксировано в почте и только в ней. Мы из Битрикса дублируем договоренности в почте, потому что для суда Битрикс, ну это вообще как бы пока, к сожалению, ни о чем. Нет оригинала контракта, потому что в контракте, который мы заключаем с заказчиками, написано, что все документы и все договоренности проходят через электронную почту с корпоративных доменов. Через Битрикс. Ну, наши юристы говорят, что это никак не сработает. Итак, нет оригинала контракта, нет действий. Самый удивительный факт, когда я в своем агентстве, когда-то была управляющим партнером агентства, я пришла к менеджерам по продажам и сказала, ребятки, с этого месяца, пока оригинала нет, ничего не стартует. У меня отдел продаж встал на дыбы, у меня чуть революция не случилась. Они кричали, да мы ничего не продадим, да никто не будет размещаться. Как вы думаете, хоть один клиент по этой причине ушел? Нет, не один, все остались. А почему? Да потому что они тоже заинтересованы в старте проекта. Они вас выбрали, они с вами заключили контракт, они уже готовы все подписать. И тут вдруг неожиданно вы говорите, ребят, ну мы по закону, нам нужны оригиналы. Вообще-то это по закону Российской Федерации стартовать с наличием оригиналов. Единственное исключение, это когда клиент находится где-нибудь во Владивостоке, а вы в Калининграде. Тогда, конечно, трудно, но тогда хотя бы сделайте так, что вы первые подписываете оригинал, отправляете им, они у себя распечатывают, ставят подпись, скан и так далее, старт работы. Еще один момент. Отчеты о любых переговорах, касающихся денег, должны быть зафиксированы в почте. То, что я говорила. Нужно, чтобы синхронизировать мнение, у всех будет единое представление. Второй пункт. Если вдруг факты со временем забываются, это очень часто бывает, да мы о таком не говорили через два месяца, да вот же, смотрите, вот мы с вами все записали. Третье. Иметь доказательства, если что-то пойдет не так, вы не доведете дело до конфликта. У нас, кстати, есть правило, что в случае, если письменных доказательств нет, правда всегда на стороне клиента, чтобы менеджер не говорил. И это правило очень сильно помогает. Вот как раз поэтому менеджер все фиксирует и все записывает. И, соответственно, проявляйте заботу и внимание отчета о встречах. Это очень важно, это демонстрирует то, что вам эти договоренности, они для вас ключевые. Вот такие отчеты должны писаться вне зависимости от того, видитесь вы лично или созваниваетесь по телефону. Буквально звонок о том, что они что-то отключают, подключают, запускают или просят дополнительно, обязательно должен сопровождаться письмом. И самое важное, после письма они должны вам прислать подтверждение. Да, все хорошо, вы поняли меня правильно. Это такая, знаете, формальность, но эта формальность, она должна быть однозначной. Да, хорошо, все ок. Поэтому в конце любых отчетов пишется, подтвердите, пожалуйста, что я все правильно записал. Окей, поехали дальше. Четвертый вывод про письменные доказательства. Я уже повторять не буду. Переходим к принципу 5. Создавайте хорошие эмоции. Самый удивительный факт заключается в том, что информация о будущем, вы сами это прекрасно знаете, снижает индекс напряженности. В проектах это сделать проще. При проектном планировании у вас всегда есть план, по которому вы идете, ну или более-менее идете, если проект бывает вышел за сроки, или, например, в него существенно добавилась функциональность. У нас процессная работа. Поэтому для нас это сильно сложнее делать. Но мы все равно очень стараемся, потому что по-другому, ну никак. Как показала практика, без этой штуки напряженность в проектной группе, между проектной группой и заказчиком, она очень велика. Итак, еженедельные конфколы, на котором подведят итоги предыдущего периода, планы на будущий период, ответы на вопросы, совместное обсуждение идеи, обратная связь по сотрудничеству. Последний пункт очень важен, попозже расскажу почему. Мы даем доступ к задачам проектной группы. У нас очень много клиентов на экстранете, и мы стараемся абсолютно всем заказчикам, которые приходят в агентство, экстранет предлагать. Они очень радуются, как показывает практика, смотрят только в самом начале, и то поверхностно, но зато то, что они могут посмотреть задачи группы, их как-то успокаивает и упрощает коммуникацию. Ну и 90% вообще не проблем. Цитата не моя, я честно забрала ее с косы, она отличная. Снабжайте заказчика информацией о проекте, делайте это голосом. Если вдруг вы что-то сделали не так, не пишите письма, если заказчик для вас важен, позвоните. Если вдруг какая-то новость, которая для заказчика важна, напишите письмо, а перед ним позвоните. Ну то есть вот смотрите, письма пишутся, когда вы не хотите сотрудничества. Когда хотите сотрудничества, звоните, научите менеджеров общаться голосом. Ну или по скайпу, как угодно. Ну и теперь по поводу последнего пункта еженедельных планерок. Важно просить похвалу. Вот знаете, мы когда работали с западными заказчиками, меня всегда удивляло, любой конфкол начинается с восхваления нас как команды. Говорят, какие мы классные, какие мы замечательные, как они рады сотрудничать с нами. От российских заказчиков такого не дождешься никогда. Никто никогда никого не хвалит. Более того, они даже рекомендации не дают, потому что они боятся, что мало ли вдруг придет конкурент, или ресурсов нам будет меньше, но вам и так всем это знакомо. Так вот, удивительный факт заключается в том, что все равно можно и нужно просить похвалу. 10% будет вами недовольно, что бы вы ни хотели. И тем важнее для менеджера, чтобы те оставшиеся 80, 70, 60 его хвалили, потому что если похвалы не будет, менеджеры будут выгорать, у вас будет текучка персонала и другие неприятные последствия. Как просить? Еженедельная планерка, та самая пресловутая. В конце задаем вопрос о впечатлениях после работы. Обычно при первых вот таких вот этапах вам ответ дается такой, что ну, вроде все нормально. Вот здесь вот нужно переспросить, нормально это как, и постараться вывести на ответ однозначно положительный. Ну, вы довольны? Вот здесь вот как раз можно задавать закрытые вопросы, это манипулятивная техника, признаю. Ну, вы довольны? Да, вроде доволен. Не давите больше, не надо. Он сказал, что доволен, и уже замечательно. На следующей планерке повторите, повторите, и на третий повтор вы получите искренне доволен. Да, все хорошо, и это будет сказано искренне. И вот как только вы получите этот искренний ответ, вот здесь нужно попросить отзыв, и вот здесь нужно предложить что-то дополнительно, дополнительно, потому что здесь вам доверяют, здесь к вам хорошо относятся, и здесь вас любят. И вот здесь все получится. Итак, вывод пятый. Нужно создавать стабильность, вызывать положительные эмоции. Ну, и самое главное, что я хочу вам сказать. Вот все, что я вам сейчас говорю, это не что-то такое, что можно написать на бумаге, вывесить в офисе или отправить регламентом. Агентская работа – это работа с людьми. И слава богу, что агентский рынок медленно, но верно меняется. С того самого пресловутого конвейера, о котором мы с вами смотрели фильмы, читали книги в 50-60-х годах, до человеческого отношения Яндекса и Гугла, у которых отличные клиентские службы, что бы ни говорили с количеством запросов, которые к ним поступают. Итак, смотрите, для того, чтобы хорошо работать с заказчиками, нужно хорошо работать со своими сотрудниками. Заботьтесь о них, учите их. И вот все это нужно передавать не с точки зрения регламентов, спущенных сверху, а с точки зрения информации, которую они принимают, понимают и внедряют. Все, спасибо вам большое за внимание. Готовы ответить на ваши вопросы. Давайте опять же, если есть вопросы, поднимем руки. Да, я микрофончик принесу. Вот вижу, кто-то уже поднял. Да, и подписывайтесь на группу управления агентством. А вы не хотите сменить место работы? Я очень дорого стою, я вам честно скажу. Мы готовы заплатить в два раза больше. Давайте это обсудим в кулуарах. Так, ну что, есть еще вопросы? Да, вижу еще руку. У вас записан список? Да, не совсем так. Что, ты же разволновалась, забыла вопрос. Ничего страшного. Вы же помните, я про любовь, про заботу и про внимание, поэтому не волнуйтесь. Вопрос такой. У нас, ну, веб-студия, и у нас существует такая проблема, что у нас менеджерская часть очень хорошо понимает, что нужно любить клиентов, там все фиксировать и так далее. У нас проблема в том, что часть разработчиков не понимает, что менеджеры есть менеджеры. То есть они общаются с клиентом, переносят информацию от разработчиков клиенту, и они должны быть всегда в курсе. Вот как научить разработчиков любить клиента? Есть? Давайте я немного расскажу своей истории. У меня когда-то в моем агентстве было три отдела, и эти отделы все были очень разные. Продажники были агрессивными, злыми, беспринципными, как бы их назвать-то помягче, да? В общем, продажниками они были. Аккаунты были мягкими, заботливыми, внимательными, и продажники их считали бесхребетными, и, ну, в общем, не очень такими, как собранными, да? Аккаунты считали, что продажники слишком злые. А еще был продакшн, технические специалисты, которых вообще никто ни во что не ставил, ни аккаунты, ни продажники, никто не знал, чем они занимаются. И вдруг неожиданно выяснилось, что это все мешает бизнесу. Поэтому их нужно собирать вместе, рассказывать, что вот бизнес такой, только благодаря тому, что они такие разные. Что продажники беспринципные сволочи, зато они открывают ногами двери, зато они приводят новые сделки. Что аккаунты такие вроде бы рохли на вид, но по-настоящему они сдерживают этот агентский напор, да? И делают клиента счастливыми. А продакшн, простите, я так скажу, как бы по-другому даже не знаю, как, ну, сидит целый день и работает, упершись в мониторы, не видя ничего другого, и что нужно быть очень специфическим человеком, чтобы вообще это адекватно делать. Поэтому им нужно это рассказывать. То есть просто вот собирать вместе, рассказывать, делать сводные группы по проектам, чтобы сходили несколько людей с разных отделов. Показывать, что их минусы с точки зрения коллег, это по-настоящему их плюсы. А как это делать, если часть людей устраивать на аутсорсе? Значит, тогда привозить их в город и сажать напротив друг друга. Может быть, ваша проблема как раз в том, что они на аутсорсе, они друг друга глазами не видели. Я не знаю, это версия. То есть просто периодически людей собирать в одном месте. А вот это вот вам Bittrex расскажет. У них два раза в год, да? Два раза в год сессии, когда все вместе собираются. Вот распределенная команда, которая два раза в год собирает всех в одном месте. Это очень важно для распределенных команд. И у нас тоже есть прекрасный пример. IT-эдженсии, которые тоже жили распределенные, которые тоже пришли к тому, что три раза в год они собирают всю команду на одной территории, иначе невозможно. Здравствуйте, Светлана, веб-студия Манго. Скажите, как вы думаете, стоит ли продажников, именно самих продажников, рядовых, приобщать к организации проведению семинаров для клиентов? Или это должны делать только топы? Организации нет, не стоит. Или это должны делать только топы? Я вообще не понимаю вопроса. Он закрытый, и вы мне даете выбор из двух вариантов. Мне ни один, ни второй не нравится. А как бы вы сделали? Я бы организацию семинаров поручила бы ивент-менеджеру. И проведение? И проведение семинаров тоже ивент-менеджеров. Спикером, чтобы они спикерами. Я не знаю вашего продукта, не знаю вашей целевой аудитории. Я не могу сказать, кто у вас должен читать семинары. Ну, правда, это не рамки вот этого доклада. Еще вопросы? Я так всех напугала. Я вижу еще одну руку. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Сергей, агентство веб-центр. Вопрос такой. Есть какие-то способы перевоспитания вот тех 10-20% недовольных всем клиентов? Или нужно этим не заморачиваться, можно их отпустить и не вспоминать про них? Это все зависит от того, насколько они для вас критичны. Потому что бывает один такой недовольный клиент, который приносит 30% оборота. И вы просто не можете его потерять, потому что минус 30% ударит по вам очень жестко. Терпеть? Тяжело. Нет, ну, конечно, надо искать контакт, нужно объяснять, договариваться. Есть прекрасный, вот вам уже рекламировали сегодня книгу, или это было не в этом зале, по-моему, это было в конгресс-холле. Сначала скажите «нет, Кэмпо». Наше все. Учиться, читать, конспектировать, периодически перечитывать раз в год. Но то есть все равно придется договариваться. Ну, я вообще не склонна давать советы. Прекращайте контракты, отфутболивайте заказчиков. То есть это огульно нельзя советовать. Надо обязательно смотреть от множества факторов. Вообще, понимаете, вот я тоже когда-то давно ходила на конференции, смотрела на спикеров и думала, почему он конкретно мне ничего сказать не может? Вот почему он как увиливает, как вот уш на сковородке? Ну, потому что, когда смотришь на ситуацию комплексно, понимаешь, какое количество векторов влияет на эту точку. Поэтому постарайтесь найти контакт. Если клиент вам не рентабелен или его проблемы уже вышли за грань рентабельности, разрывайте контракт. Но сначала взвесьте риски. Если риски превалируют, ну, наверное, как-то надо попытаться еще раз найти контакт. Ну, или менять ему менеджеров раз в 4 месяца, потому что людей жалко, иначе они на вас увольняться начнут. Ну, то есть, не знаю, психоаналитикой им наймите, что ли. Ну, то есть, сделайте им как-то хорошо. Ну, там, стриптиз предлагали каждую пятницу. Если это мальчики, наверное, поможет. Ну, в общем, хотя девочкам, наверное, тоже поможет. Ну, то есть, как-то придумайте что-то, чтобы менеджер, ну, знаете, на плах ушел, но с радостным лицом. Ну, то есть, в общем, другого ничего вам предложить, к сожалению, не могу. Спасибо большое, Анна. Давайте, наверное, уже завершаться тогда. А вот еще один вопрос. Ну, давайте выслушаем последний вопрос и будем уже уходить на перерыв. Спасибо большое, что дали слово. Андрей, диджитлаген, свои спаи. Вот по поводу фиксации договоренностей, да, вот то, что вы говорили. Вот мы сейчас вводим в практику, что после каждой встречи личной отправляем заказчику благодарственное письмо. И там уже в этом благодарственном письме фиксируем все договоренности, которые были заключены. Но столкнулись сейчас с такой ситуацией, что, в принципе, эти договоренности почему-то в благодарственном письме заказчик толком не видит. Он видит благодарность ему за встречу, но договоренности как таковых не обращает внимания. То есть, может, не знаю, вернуться к старому, да, когда просто, грубо говоря, это был сухой текст. Вот как лучше поступать? Смотрите, тут очень сильно все зависит от оформления. То есть вот этот вопрос, это к тому, что по-настоящему я здесь сама себе буду противоречить, потому что вот пример на слайде, он оформлен не совсем корректно. Список должен быть не маркированным, а нумерованным. Один, два, три, четыре, пять. И, соответственно, в конце, тут тоже это есть, у вас должны быть выделены отдельно пункты, которые делаете вы, отдельно, которые делает заказчик. То есть мы вам в сроке стоимость и так далее, вы нам сроки и так далее. И, соответственно, вы просите его отсчитаться вот по вот этому кусочку. У нас еще, я знаю, некоторые менеджеры кусочек жирно выделяют, там, например, делают заливку вот именно этого блока зеленым, синим или другим приятным цветом, чтобы вот уж это точно в глаза бросилось. Или там можно иконочку какую-нибудь вставить. Ну, то есть это такое юзабилити, сугубо только об этом. Ну и хорошо после митинг-репорта все-таки отзвониться, сказать, получили, не получили, все понятно, непонятно и так далее, ответить на вопросы, еще раз обратить внимание, что вот там вот от вас ждут информацию. Ну, мы вот ответ получаем каждый раз, только ответ в виде… Да, спасибо, нам тоже было приятно познакомиться. Если вы сделаете маркированный список и попросите отвечать по каждому пункту, вы перестанете получать такие ответы. Хорошо, спасибо большое. Все, спасибо еще раз. Я думаю, еще раз можно поаплодировать. Спасибо большое.